добрый вечер и так самая самая главная новость наверное которая у нас есть на сегодняшний момент это то что на прошлой неделе мы уже запустили новый дизайн нашего сайта сразу на двух языках я надеюсь что все уже успели ознакомиться с сайтом с его наполнением с той информацией которая над ним находится я попрошу скинуть сейчас в чат сюда ссылку на наш сайт может быть кто-то еще не был там потому что личный кабинет от сайта отличается если человек из личного кабинета не выходит то дизайн сайта мог и не увидеть так значит просаде рассказал кто еще не смотрел я рекомендую зайти посмотреть потому что дизайн у нас очень очень серьезный получился дизайн все довольны и дизайнер заслуживают самых высших оценок за свою работу второй момент важный о котором очень часто пишут в чатах спрашивают и уточняют по поводу предзаказа бальзама предзаказ бальзама пока по срокам не ограничен то есть он не закончится через три дня или через неделю на текущий момент он открыт я думаю что предзаказ будет доступен еще как минимум до конца июля а может быть даже и до конца августа это информация скорее всего позже мы уже будем больше иметь понимание когда выпустим сейчас первую партию бальзама напоминаю также по цене цена одного флакона стоит 3000 рублей за флакон минимальный заказ 3 флакона потому что ну как бы один флакон заказывать особо смысла нет все таки чтобы был результат нужно проходить какой-то уже объем объем препарата получить значит дальше доставка как было раньше сказано доставку оплачивает компания для всех кто делает предзаказ но есть небольшое условие компания берет на себя расходы в размерах 25 долларов на доставку потому что у нас есть также заказы из дальнего зарубежья какая будет на доставке там сложно сказать поэтому в принципе то есть по россии по россии этот цифр точно перекрывает 25 долларов я думаю что практически во все уголки россии вот и может быть украина беларусь европа азия индия пока какая цена будет доставки неизвестно но 25 долларов компания расходы берет на себя по доставке по вопросам заказа бальзама нужно обратиться к нашим консультантам на сайте чат онлайн подробно все расскажут также напоминаю еще что есть оптовые оптовые скидки на покупку бальзама информация есть на сайте и также можно уточнить ее у наших консультантов на сайте и у наших партнеров во всех чадах ближайшее время также мы начнем формировать списки наших региональных представителей в других странах для реализации бальзама которые будут работать уже с крупными заказами и будут являться официальными представителями нашей компании нашего препарата в своем регионе то есть если у кого-то есть желание быть региональным представителем опять же то будем начинать какие-то переговоры сотрудничества в этом направлении в ближайшее время так ничего я не забыл пока так следующий момент список заболеваний по которым показывает положительные результаты наш препарат наш бальзам постоянно увеличивается я на самом деле не ожидал что будут будет так много положительных результатов то есть они сейчас даже превышают скажем так мое ожидание по тем отзывам которые приходят от людей я сейчас просто зачитаю еще раз список по моему зачитывали на прошлом лобинаре я просто повторю это у нас коронавирус невмония герпес простудное заболевание раны кожных покровов рак кожи базилиома боли в суставах мастопатия мужские половые функции лечение простаты улучшение сна подтяжка кожи лица очищение кровеносных сосудов головные боли избавление от паразитов восстановление после химиотерапии хороший стойкий эффект и хорошие анализы по сахарному диабету работа киста яичника полное извлечение за три месяца тромбофлебит сердечно-состудистая дистания и псориаз также при периодическом применении курсами регулярном есть больные которые болеют вирусом он дефицита и гепатит c список постоянно увеличивается куча заболеваний по которой я даже никогда не знал но очень приятно всегда получать обратную связь от наших партнеров которые имеют положительные результаты по лечению потому что многие люди имели реально какие-то серьезные проблемы со здоровьем с которыми они жили годами и стандартная медицина никак не могла помочь ничем вот и тут внезапно получилось так что с помощью нашего бальзама там в течение там трех недель месяца чуть больше человек начинает себя чувствовать намного лучше у него меняется качество жизни считаю что это очень большое такое положительное достижение для нашей компании в целом так сейчас я включу отзыв от нашего одного из наших партнеров которые проходил проходил курс применения бальзама он там рассказывает о своих результатах так что с я найду по моему вот это да это александр яцкевич из беларуси саш ну вот прошло два месяца до когда пришел нам этот бальзам иммуномодулятор вот и ты начал принимать его практически спиром и не практической спиром газ а с 1 мая да ну и вот я хотела поделись такими своими результатами ощущениями болезнь из диагноза и больная тема это желудочно-кишечный последнее обследование показала язвы на степеросной кишки две язвочки небольших размеров гастрит хронический соответственно воспалить воспалена слизистая желудка но это у меня желудок моя больная тема это с детства вот у меня обострились боли начиная с апреля месяца по весне очень сильно были более ежедневные вот как над ощакой так и после еды я ощущал очень сильные резы даже вот работаю очень тяжело было пустить еще работа физическое был очень сильно дискомфорт вот после чего я повторно обследовался и таки повторно показала язву 12 перстной кишки через какое-то время ну головная боли это у меня с 18 лет возможно связи с травмой в детстве черепа мозговой мне наносили 12 швов головная боли вот я уже сказал с 18 лет то есть я с ними живу при обращении к врачу ну и марте штаны стандартные марте да ничего вроде как вегетососудистая как бы ничего там меня такого серьезного обнаружено не было ну вот вегетососудистая насколько я помню диагноз он у меня остался даже запись на диске но как бы головной боли я не могу сказать что они мне прошли окончательно но гораздо меньше их стал ощущать ну и надо учитывать что у меня большой стаз бывшего курильщика с этим тоже связано но и у меня ушли желудочные боли то есть я сейчас вообще не ощущаю дискомфорт естественно остался после еды переполнен соблюдая диету питьевой режим это у меня уже на протяжении многих лет я соблюдаю питьевой режим но то что я успел заметить вот единственное как я заметил у меня после приема такое у меня было после фасаны просто прям у меня начинается высыпание в области живота виде таких мокнущих язву зудящих особенно в ночное время мокнущих вот довольно таки длительный период и я сделал фотографии то что было до этого это что стало в течение и заметил у меня в течение трех недель происходило ну дополнительное конечно мазал там препаратом сибирское здоровье корень после приема души мазал корень и по на поверхность наносил шикал препарат вот особенно мне очень помогал когда у меня очень сильный зуд особенно по ночам вот он не очень сильно помогал потому что ну приходилось после того как я шикую приходилось конечно же терпеть потому что очень сильный а вот как бы открытое получается как рамки такие открытые но не очень помогал по ночам то есть я потом по спокойно засыпал прекращался но я вот пробовал и поверхность то есть я прочитал на этикетке что можно не только во внутрь и можно наружида вот у меня заядленно уроках губ я также применят вот такие вот моменты которые явно мне помогут за такой короткий срок до этого первых один курс только то есть будем заказывать конечно да и он и и спровоцировал эту очистку то есть обычно если мы не видим то что у нас внутри но я пробовал живот я оставлю те фотографии то что я пробовал живот пшикать вот но я видел вот это у меня было на глазах не за день не завода 3 но в течение трех недель по крайней мере мне вот эти вот язвы которые я на работе мы сейчас работаем живы к технопарке жарко я специально на пластырь такую повязочку бинтовую потому что я потела и у меня майка буквально она прилипала к животу не приходилось вот эти вот силу с трупы но ты представляешь вот и благодаря этому спреем подсушивала заживляла струпы и вот сейчас в течение это самых трех недель у меня это в принципе практически все ушло ну вот остались небольшие следы но тем не менее ну вот как-то так так что я очень благодарен тумпа до этому да благодарен конечно я тоже очень благодарна учиться на препарат ну во первых очень удобно повторюсь я работу на улице потому что я компактно его положил в карман единственно что температура у меня там нет возможности поставить холодильник именно на работе вот поэтому у меня всегда находился в кармашке вместе с водичкой очень удобно доступно ну и будем применять дальнейшем потому что в слишком короткий срок но за этот кроме даже один курс да еще надо два-три курса пройти особенно на животе фотографии я тебе до оставлю хорошо сошли все благодарю тебя вот такой вот отзыв фотографии я видел он просил фотографии пока не показывать я честно говоря ну видимо заработался и забыл уточнить можно ли показать это будет позже на вебинаре или где-то еще выложить как бы этот вопрос поднимем дальнейшем сергей с ним общается и я попрошу чтобы он уточнил эту информацию то есть там реального человека сейчас абсолютно чисто чистая кожа на животе было все такое сплошное красное пятно вот так это по отзывам также у нас готов еще уже при счет одного человека но мы его перенесем на следующий вебинар чтобы это у нас было по плану по этап нашло потому что потом какая-то пауза будет из-за того что сейчас у нас люди закончатся которые проходили лечение нужно чтобы информация жива с лечением кода периода регулярно на вебинарах последний следующий момент у нас по этикетке сейчас я покажу конечный результат уже значит конечный результат выглядит вот так возможно будут какие-то совсем незначительные изменения возможно что первую в первую партию который мы сейчас будем делать мы оставим в названии только слова ему на бальзам то есть мы уберем отсюда русич уберем отсюда 14 будет просто называться ему на бальзам потому что отдел маркетинга с которым мы начинаем работать сейчас еще скажем так еще люди не вкатились в процесс мы еще находимся в стадии заключения договора и конкретно работа начнется я думаю что где-то начале следующей недели уже по продвижению продукта поэтому пока название решили прям вот не печатать конкретно будет написано скорее всего просто ему на бальзам может быть он так и останется ему на бальзам может быть будет ему на бальзам русич или там саныч лекарь там может быть какой то еще будет вариант то есть пока скорее всего так следующий момент вот я думаю что многих возникал вопрос что такое solaris в общем это предложение по названию нашей компании которая будет заниматься уже здесь непосредственно производственной продажи бальзама и других продуктов которые у нас будут находиться в компании ну solar это солнце вот ну как бы саларис вот такой вот вариант я думаю что по идее это название должно хорошо зайти если взять допустим даже как пример есть компания которая занимается производством уже с 1947 года она называется солга они производят раз пищевые добавки и витамины вот я покажу сейчас вот у них тоже прослеживается в названии компании солнечная тема вот дизайн этикетки честно говоря мы взяли скажем так вот этого продукта потому что он в принципе очень похож то есть банка из темного стекла и в целом именно на темном стекле вот такой вот цвет немножко как сказать бронза наверное да бронза немножко металлизирована такая смотрится очень очень красиво то есть нет необходимости даже менять цвет флакона вот возможно что если маркетологи не будут против то это же название solaris она уже останется нашим и будет являться дальше брендом нашей продукции вот логотип ну как половинка солнца останется он или нет опять же логотип честно говоря то я я нарисовал дизайнер просто воплотил это в жизнь так ну по маркетингам агентство же только что сказал что мы сейчас ведем переговоры готовим коммерческое приложение так следующий момент это у нас уже готовы новые презентации на русском английском языках они есть уже у нас в группе вконтакте и на сайте я сейчас попрошу да тогда вот здесь по этому адресу она это сразу ссылка даже на презентацию идет то есть вот в чате можете взять презентация на русском и на английском языках сейчас я думаю что сегодня или завтра будет уже готова презентация на французском языке немножко позже вьетнамские партнеры возможно помогут сделать презентацию на вьетнамском языке дальше следующий момент у нас это остаток долей пятого этапа сейчас осталось в продаже у нас 41 600 долей из 90 тысяч общего объема то есть меньше половины уже прилично осталось порядка 40 процентов где-то от того что было изначально информация висит опять же в группе вконтакте по остатку и еще момент еще одна важная информация для тех кто не в курсе значит как уже говорилось начисление дивидендов у нас будет происходить поэтапно зависимости от того до какого числа участник инвестор выкупил свои доли в компании значит сейчас у нас ближайшая дата это 15 июля значит все доли которые участник инвестор выкупил собственность уже они не находятся в рассрочке они уже выкуплены на все эти доли выкуплены до 15 июля дивиденды за 2020 год будут начислены в размере сто процентов вот дивиденды на следующие доли будут начисляться следующий этап уже будет 15 июля по 15 августа там будет уже начисление 90 процентов и после 15 августа далее там уже будет тоже градация определенная эта информация также есть на всех наших официальных ресурсах так 15 июля включительно ли до 15 июля включительно 15 число будет включительно так следующий момент по производству значит сегодня мне звонили завода уточняли еще вопрос по в какую и в какие емкости упаковывать наш концентрат то есть мы обсуждали наш заказ находится уже на финальной стадии обещали до конца этой недели полностью уже закончить поэтому вполне возможно что завтра послезавтра или край понедельник они уже отгрузят нам заказ то есть мы примем его там подъедет наш разработчик проверить качество чтобы все соответствовало как положено там умеет каким-то образом все это дело проверять вот сейчас получается у нас единственно из-за чего мы немножко тормозимся из-за этого из-за завода потому что надеялись что они концентрата стран сделать немного раньше то есть мы ожидали его уже на прошлой неделе получилось примерно на неделю у нас задержка в этом отношении вот после этого скорее всего в начале следующей недели я уже вылетаю в сочи и там на месте уже будем с разработчиком заниматься получением из концентрата который мы забираем на заводе из него будет уже готовится готовый продукт который в дальнейшем уже будет разливаться по флаконам если если у нас дальше не будет никаких задержек каких-то вот связанных именно с поставками то я все-таки надеюсь что где-то ну может быть дней через 10 10-12 дней может быть займет уже у нас бальзам будет находиться во флаконах и начнем отправку единственное где еще может быть задержка это этикетки на флаконы вот ну я думаю что как вариант самые первые клиенты могут получить бальзам без этикетки если не против конечно то есть если ждать кто-то не хочет этикетку если задержка будет за этим то это на ваше усмотрение будет так дальше ну и последний момент который мне хотел сказать сейчас мы заканчиваем уже согласовывать коммерческое приложение на автоматическую линию розлива буквально наверно завтра будет выставлен счет на плату было вот производителя прислали ролик как выглядит наша линия сейчас я включу видео еще раз чтобы те кто не видел могли еще раз посмотреть значит это объясняю еще раз это не наша линия это образец того как будет выглядеть наша линия практически идентична на сто процентов за исключением каких-то мелких деталей незначительных примерно столь же вариант линии часа детально объясню как она будет работать сюда мы загружаем все флаконы откуда они с помощью вращений уже попадают на транспортер далее идусь по транспортеру где как раз у нас перистальтический насос-дозатор в данном случае на шесть сокол собственно подъезжая к соплом сопло будет опускаться ближе к горлу флакона чтобы не допустить разлив продукта собственно сам продукт будет забираться напрямую из емкости а так примерно все соединено после розлива все флаконы двигаются уже зону зону укупоривания прошлощение с учетом ориентации крышек вот так у нас выглядит ориентатор это вибробаза за счет вибрации все крышки спускают попадает на склиз и спускаются уже далее собственно в зону накидывания и укупоривания здесь у нас поворотная звезда обращу ваше внимание то что она не включена в стоимость в коммерческом предложении которое я вам направлял то есть укупоривание происходит следующим образом поворотная звезда обращается ориентируется в флакончике то есть ориентируется крышка по одному на флакончике после чего происходит укупоривание то есть у вас будет все примерно так же после того как уже сориентировалась крышка укупорилась здесь выезжает собственно на дальний процесс этикетирования в вашем случае будет датировщик он будет бить дату после чего этикетка будет наноситься уже на сам флакон здесь у нас будет установлен обкачек он будет тару обкатывать и вот здесь собственно выезжать на поворотный стол да то есть у нас включен поворотный стол уже принимающий флаконы которые будут полностью укупорены тикетировано и с продуктом а эти еще раз посмотрим как она выглядит с далека флаконная панель все установлено на вибростойках поэтому при всех процессах никаких вибраций происходить не будет с линия устойчиво и будет очень хорошо закреплено так ну значит примерно вот так вот выглядит будет наша производственная линия автоматическая как вы только что видели на этом видео так у меня по основной информации все переходим к ответам на вопросы так как юридически инвесторы будут защищены александра не совсем понятный вопрос что значит защищены от кого защищены и что вы имеете ввиду по факту инвестор защищен законодательством государства в котором он находится какая будет цена бальзам и после запуска производства его я пока не отвечу на этот вопрос это будет видно скорее всего уже ближе к запуску производства это от многих факторов зависит политика распределения долей предусматривает также список первых 100 инвесторов какие у них будут преимущества что значит список первых 100 инвесторов честно говоря я не помню такого списка у нас был насколько я помню был список первых 100 партнеров то есть 100 человек 100 инвесторов со статусом партнер должны были получить от компании 11 курс препарата просто инвесторов честно говоря я ничего не слышал первый раз слышу про это так надо проводить лабораторное исследование бальзама кому нужно и зачем александр мне не совсем понятно так узнавали ли возможность заказать еще концентрат да я узнавал мне подтвердили что можно будет еще сделать заказ есть возможность тогда первый заказ по моему даже не на 10000 по моему был больше честно говоря сейчас уже цифру точно не помню по моему считали на 20 или на 30 тысяч флаконов первый заказ концентрата травы где будет производиться препарат на чьих площадях на наших площадях это будет наше производство у нас еще задача стоит сейчас кстати такая новость в ближайшие дни начинаем регистрировать уже акционерное общество на территории российской федерации которая будет заниматься производством и будем получать лицензию на производстве продажи спирт содержащих продуктов будет ли еще сбор сбор трав в этом году или он происходит только в конце мая я так понимаю что травы уже собраны и они находятся уже у тех кто их собирает в наличии то есть в запасе что значит звезда не включена стоимость значит что на нашей линии эта звезда не нужна поэтому ее не будет какие юридические права у нас на компании какие юридические права у нас в компании официально не оформлены инвесторы в компании но все инвесторы находятся в реестре в реестре инвесторов которые ведет у нас бухгалтерия также все инвесторы находятся под договором инвестирования который размещен в личном кабинете и при регистрации у каждого он всплывает на экране монитора и предлагается ознакомиться с договором инвестирования соответственно все инвесторы находятся под этим договором юридически медицинской точки зрения наш бальзам это иммуномодулятор или комплекс адаптогенов если это травы наш бальзам пока неправильно рассматривается медицинской точки зрения потому что он не является лекарственным средством с точки зрения законодательства он является пищевым концентратом либо биологически активной добавкой либо концентратом из трав но не медицинским препаратом или лекарственным средством поэтому здесь пока нечего узнавать у экспертов дополнительного главное то что он работает и дает результаты и неважно как он называется иммуномодулятор или там какой-то там еще ингалятор первая партия за у первая партия разойдется быстро то можно будет еще купить трав и начать производствующим да 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 я думаю что именно по травам в ближайшие дни мы скорее всего сделаем еще один заказ чтобы у нас был запас потому что в случае активной рекламной кампании чтобы не получилось так что у нас нечего продавать вопросы закончились опять давайте еще вопросы а то в чатах очень много вопросов пишут и на вебинаре их не хватает обычно почему-то все все поймали тишину на вебинаре по моему около 50 человек а вопросов вопросов совсем нету так когда будет точно название бальзама ну я же сказал в начале вебинара что точно название бальзама будет согласовываться с маркетологами чтобы оно правильно зашло на рынок с точки зрения маркетинга и восприятия людей людьми я хочу сказать вам большое спасибо за то что вы делаете также огромную благодарность команде очень приятно слышать эти слова и вам тоже вам тоже спасибо за эти слова своей стороны я хочу поблагодарить всех участников инвесторов за то что они участвуют в этом проекте и помогают его создании и осуществление всех вот этих вот задач которые мы скажем так в возложили несмотря на все сложности через которые нам приходится проходить проект двигаться вперед и результаты у нас я бы сказал они даже превышают те результаты которые мы ожидали не понял какая линия наклейки какие ключевые лидеры подключатся к проекту и подключатся ли вообще александр я честно говоря не очень понимаю о каких ключевых лидерах идет разговор у нас нас в проекте уже много лидеров и и в принципе если все эти лидеры будут активно работать то этого будет более чем достаточно разобрались с аппаратом наклейки этикеток нет еще не разбирался с этим аппаратом будем разбираться уже когда придет время наклеивать наклейки сейчас пока рано сейчас много других вопросов которые нужно делать так ну налоги 13 процентов на дивиденды должны будут платить инвесторы или компании в данном случае так как выплаты дивидендов будет заниматься компания не российская грузинская то скорее всего налоги это будет являться обязанностью налогоплательщика и инвестора потому что грузинская компания однозначно не будет платить налоги на территории российской федерации закрытие предзаказа пока не планируется я думаю что в течение месяца он еще точно будет открыт а дальше уже время покажет будет видно каким способом будет происходить доставка бальзамов как упаковки упаковка сейчас находится в процессе разработки то есть у каждого флакона будет своя индивидуальная коробочка которая будет вставляться соответственно отсюда будем писать возможно будет когда еще дополнительная коробочка в которой будет сразу три флакона вставляться в ближайшие дни в этот момент тоже будем будем решать пока предзаказ доступен и до конца июля и я думаю что скорее всего и до конца августа предзаказ еще будет доступен если только вдруг кто-то сразу не выкупит огромную партию и мы не сможем поставить то есть такой вариант тоже нельзя исключать если появится ракета очень заинтересованные партнеры по камере коммерческому направлению по продажам то теоретически они могут выкупить сразу большой объем по предзаказу и тогда в предзаказе ничего не останется нам просто нечего будет продавать уже у меня кстати сегодня один из моих знакомых бизнесменов уже изъявил желание в москве заниматься продажей нашего продукта на своих торговых точках то есть вполне возможно что когда отзывов будет еще больше и рекламная кампания у нас запустится уже в каком-то более серьезном объеме именно по препарату и у нас уже будет отдельный сайт под препараты сделан да то вполне возможно что после этого таких приложений будет намного больше и могут по предзаказу просто выкупить полностью все что у нас есть будет ли сделана видео презентация компании вот планировали планировали сделать и так руки до нее не дошли презентацию компании сделали в слайдах вопрос стоит в том нужно ли эту презентацию сделать делать в видео формате или нет он пока стоит открытым по большому счету у нас есть видео презентации с наших вебинаров то есть можно использовать и до видео презентации и я не уверен что есть смысл сейчас тратить какой-то серьезный бюджет на создание специально новой видео презентации потому что если делать опять же хорошую качественную видео презентацию с графикой то это довольно серьезные деньги стоит вопрос в том насколько это необходимо возможно что рекламный бюджет гораздо более разумно использовать в каких-то других направлениях уже именно на рекламу и на продвижение самого продукта использовать есть ли отзывы от людей принесших инсульт таких отзывов нету возможно что кто-то из тех кто принимал бальзам может быть кто-то из тех людей переносил инсульт я не знаю это не обсуждалось и никто об этом не рассказывал будет ли продажа бальзама через личный кабинет я думаю что будет в ближайшее время будем будем думать как это лучше реализовать возможно будет запущен дополнительно еще один личный кабинет который будет относиться только к продажам бальзама и других наших продуктов которые не будет привлекаться уже с финансовой составляющей да александр как бы по наш продукт и пар компании уже люди довольно таки много знают и я не уверен что для этих людей так необходимо чтобы появилась какая-то дополнительная видео презентация для того чтобы принять решение я думаю что для того чтобы принять решение гораздо сейчас будет более продуктивно это посмотреть отзывы людей которые уже принимают наш бальзам понять что это работает и раз это работает значит на рынке на этот продукт в любом случае будет спрос а если есть спрос на продукт соответственно будут продажи будут дивиденды отсюда выходит что если дивиденды будут есть спрос есть продажи соответственно есть смысл покупать доли потому что они будут дальнейшем приносить прибыль до действующее производство это конечно уже будет более серьезным аргументом но и финансовый этап к тому моменту скорее всего что когда мы запустим автоматическую линию 5 этап уже закончится будет 6 может быть седьмой а если произойдут какие-нибудь более ключевые события то может быть уже будет и 8 этап финансирования сейчас мы ведем переговор еще с одними партнерами которые серьезно занимаются рекламой вот и в ближайшее время тоже будем запускать еще одну рекламную кампанию именно по привлечению инвестиций посмотрим как это зайдет на рынок теоретически если я скажу так что если рекламная кампания очень хорошо зайдет то вообще финансирование можно закрыть за два-три месяца вот это вполне реальные цифры растет ли число зарубежных инвесторов да растет очень много инвесторов из индии вьетнама и индонезии сейчас регистрируются и проходят верификацию можно получить предзаказ вместе с подарочным не совсем понятно с каким подарочным все вопросы по предзаказам и каким-то подарочным и бонусным моментам лучше задавать в чат поддержки потому что я не могу сейчас помнить прямо все вот эти вот детали так ребят я смотрю что вопросы закончились я тогда предлагаю заканчивать наш вебинар желаю всем хороших выходных крепкого здоровья и делитесь информацией со своими друзьями партнерами и все-таки нужно больше распространять информацию нашей компании пока еще есть такая возможность все всем пока до новых встреч все и Продолжение следует...